Трава Трава И так далее. На месте просто. Простучите эту дробь с руками. И раз! Так начинается каждое утро Академического Русского Народного Хора имени Пятницкого. Раскудрявая головушка твоя В этой работе есть свои традиции. Послушаем главного хормейстера, заслуженную артистку РСФСР Галину Фуфаеву. Для хора имени Пятницкого характерно мощное грудное звучание, разлив голосов и женские тембры голосов. Уникальные женские тембры, которые являются гордостью хора и его престижной стороной. Добиться этого можно кропотливой ежедневной работой над певческим дыханием и над звуком, который должен быть легким, светлым, круглым, красивым. Два! Два! Спасибо! Девушка, это немножко глубокий звук. Я круглая, близкая, светлая. Я! Взяли Я! Я! Позицию надо держать высокую. Я! На дыхании Я! Слушаем. Хорошо. То же самое пьяно. Ну, скажите. Крещендо маленькое сделаете. И уйдите. И закрываем рот почти. Так, пожалуйста, попробуем еще разочек. Да, вот с уходом. Нам все остальное там нормально. Давайте с уходом. Почти три десятилетия руководит коллективом народный артист Советского Союза, композитор Валентин Левашов. А зарождался хор много лет назад, в начале века. Митрофан Ефимович Пятницкий. Его родина здесь, на Воронежской земле, в исконно песенном крае. Митрофан Ефимович Пятницкий. Митрофан Ефимович Пятницкий. Митрофан Ефимович Пятницкий. Пятницкий с блеском исполнял крестьянские песни, собирал их, записывал на фонограф. Сохранилось 400 восковых валиков с этими записями. Донести до публики живое звучание народной песни, об этом мечтал воронежский фольклорист. И вот в 1911 году Москва впервые увидела крестьянский хор Пятницкого. С истории хора тесно переплелась судьба знаменитой Валентины Клодниной, заслуженной артистки РСФСР. Вся наша семья связана с хором Пятницкого. В коллективе пели мои бабушка, отец, мать, четыре сестры наших, брат. И вот одна со мной рядом сидит сестра, которая выступала перед Лениным в 1918 году с хором. Ленин на следующий день пригласил Пятницкого к себе и сказал, что это дело не оставляйте, это дело нужное, и если нужно, что мы всегда поможем вам. Участники выступления получили по 14 фунтов хлеба. Хор остается в Москве, ему предоставляются лучшие сценические площадки. По сравнению с прежними тремя выступлениями в год, в 1917 и 1918 годах, хор дал 80 концертов. Иные темпы, иной отсчет времени. После смерти Пятницкого руководил коллективом литературовед, фольклорист Петр Казьмин. А в 1931 году хор возглавил композитор Владимир Захаров. Появились танцевальная группа, оркестр. Репертуар обогатился песнями советских композиторов. Хор стал профессиональным. Владимир Григорьевич Захаров во время войны написал очень много патриотических песен. И среди них одна очень известная песня «Ой, туманы мои, растуманы». Ой, родные леса и луга, Ухотели в покоствах с песнями. Ухотели в покоствах с песнями. Одним из ярких дарований, раскрывшихся в певческом коллективе, стала народная артистка Советского Союза Александра Прокошина. Бурный расцвет хора Пятницкого продолжался и в послевоенные 50-е годы. Коллектив пользовался огромным успехом не только у себя на родине, но и за рубежом. Он побывал во многих странах мира. И надо сказать, что где бы он ни выступал, для друзей, для недругов, все равно... Я вот вспоминаю, как проходили там концерты. Они проходили с шумным успехом. Интерес программ заключался и в том, что развивалась та традиция, когда народ откликался на каждое событие своей песни. И композитор Захаров очень хорошо понял эту традицию и, я бы сказала, талантливо развивал. Пришло электричество на село. Пожалуйста, загудели, заиграли провода. Так же, как и наша сила в деле правом. Или о красоте русской девушки. Приходит рана в поле, Кто встречает поле зори, Девушка-колхозница. Не все, созданное Захаровым, получило долгую жизнь. Но лучшие его песни стали частью нашей музыкальной культуры. Когда я пришел сюда после Захарова, человека, который сыграл огромную роль и значение в становлении этого жанра, надо было мне как-то, в общем, для себя понять, что я должен делать дальше. Я не мудрство и лукавое. Я решил, что, наверное, надо просто продолжать то, что делал Захаров и Пятницкий. Развивать традиции в самых лучших проявлениях. Основываясь на народное творчество. Основываясь на современность. Потому что народный хор – это явление особое. Это не фактурный ансамбль. Вот мне так показалось, что я, если сумею достойно продолжать дело, начатое Пятницким, и продолженное, и развитое очень сильно Захаровым, принципиально по-новому решившие эти проблемы, то, наверное, я буду, так сказать, иметь возможность здесь и работать. Продолжение следует... Продолжение следует...